Кратко, твое отношение к решению. Предел продолжается, ничего хорошего дать не стоило. Очевидно, проплаченность всех и вся. Так что, до скорых встреч, через 10. Ян, держись. Не дождусь. Так, Александр, кратенько, ваше отношение к мере пресечения. Я хочу судилище, так всегда, я говорю, что я вам специально это делаю. Я тоже управлюсь к меру. Так, Александр Дурагов, один из обвиняемых. Тоже продлена мера пресечения на полгода. Все. И вот его опять закрывают. Уже для рассмотрения жалобы на бездействие правоохранительных органов. Я уже говорил, все просят сплотиться вокруг нашего правителя, этого государства. Но вот такие судьи только раздражают людей. Только показывают, что в Российской Федерации властвуют только те, кто занимается беспределом. То есть, получается, шатают скрепы наши, да? Да, то есть, вы не ищите, пока у власти находятся те, которые командуют такими судьями, как Попула, как Сергеева. Хотя Сергеева, на мой взгляд, человек очень хороший. Мне очень жаль, что она поддалась. Полгами я еще уходу. Лучше помогите донести, дайте пройти. Давай, не трогай мне рукой. Давай по-другому. Сейчас вызовешь скорую или будешь нести. Не трогай. Смотри, дядя моего похожий. Смотри, какой маловой красивый. Ну пусть все. Не толкай, вон он стоит, кто мой. Кто? Дядь мой. Смотри, как похоже. Да, есть немножко. Синовец у меня на голове тоже такой похожий. Не трогай, а то я, когда трогаю сфиноз, я падаю в оморок, и тут придется нести меня. Я не трогаю никого. Так что? Я позвоню Гафуру вам всем в канаде. Гафуру. Так что делайте выводы. Если меня с такой поддержкой осудили, так могут осудить те люди, которые подкидывают наркотики. Получилось мне, как-то, ребят, достать с нами. Но всех не достанешь. Если где-то он когда-то к концу должен прийти. Расскажите, будет свободно. Давай, давай, держись, Сань. Товарищ адвокат, можно комментарий по итогу заседания? Вы руками-то не трогайте. Я вам право такого не... А вы можете пояснить, почему вы отказались от защиты дорогого? О том, что он сказал, что я отказался. Все, 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 ребят, без комментариев. Как нет, вы ни одного ходатайства не заявили. Ни одного требования, ничего. Есть комментарий. Так а как его восстановила вашу личность в суде, объясните. Как восстановила? Ну как, вот удостоверения у вас нету. А, это не ваша забота. Как не ваша забота? У вас удостоверения с собой не было. Как она восстановила вашу личность? Гайбаль. Установила. Вот я хочу узнать, почему вы толкаетесь? Я пройти, как я. Вы меня толкаете? Зачем? Я пройти, как я. Молодой человек. Меня можно не толкать? Вы мешайте мне пройти. Ох, Господи, ничего себе. Я аж упаду с лестницы, не дай бог. Я вас поймаю. А, вы меня поймаете? Долго у вас стаж вообще большой? Я не понимаю, что забота. Как не наш, забота. Вы защищаете моего подзащитного процесса. У нас с вами должна согласованная позиция быть. Вы когда со мной... Вы когда согласовывать позицию будете со мной? Гайбаль. Гайбаль, подождите. Когда согласовывать позицию будете со мной? Сегодня все согласуем. То есть ждать вас? Да. Хорошо, давайте. Что сегодня происходило, расскажите. Всем добрый день. Сегодня у нас в Украинском суде рассматривался вопрос по избранию меры пресечения в отношении Александра Дорогова и Яна Кателевского на время судебного рассмотрения дела. Судья Сергеева вынесла постановление о том, чтобы продлить регатность держания под стражей на 6 месяцев и еще дополнительно. Мария, про 2 миллиарда. Что за 2 миллиарда звучали в судебном заседании? Как выяснилось сегодня в судебном заседании, что цена свободы Яны Александра гораздо больше, чем 2 миллиарда рублей, поскольку за каждым из них предлагался залог. То есть предложили 2 миллиарда рублей, правильно? Да, да, да. В итоге оказалось, что даже за эту сумму нельзя хвоить в судебном. Как вы считаете, за что они страдают, за что ваш муж страдает? Почему такое жестокое преследование? Оно действительно какое-то прям бесчеловечное? Ну, естественно, за свою деятельность. Слишком много они набрали доказательств в отношении противоправной, скажем так, мягкой деятельности сотрудников правоохранительных органов, в том числе до главка Московского областного МВД. Спасибо большое всем за поддержку, за огласку. Это нам необходимо. Как вы понимаете, единственное, что, наверное, нам может помочь хоть как-то, это огласка. Ждём всех завтра. Продолжение следует...